Друзья, привет! Сегодня по вашим просьбам я продолжу говорить о детском закаливании. И ролик сегодня будет посвящен методам детского закаливания. Поехали! Первое, с чего я начну, это закаливание воздухом. Какие же методы закаливания воздухом существуют? Для начала вспомним воздушные ванны. Это очень эффективная процедура, которая может применяться практически при рождении малыша. Стоит ее применять примерно 2-3 раза в день. Эта процедура применяется обычно после сна или перед сном малыша. Соответственно, можно здесь играть с двумя факторами. Первый фактор это постепенное снижение температуры воздуха. И второй, это увеличение времени нахождения малыша голым, не покрытым или не в одежке. Соответственно, понижается температура до пределов примерно 18-20 градусов. И время пребывания можно со временем увеличить до 2-3 минут. Кроме того, можно постепенно переходить на контрастные воздушные ванны. Один из примеров таких, это когда малыш находится под одеялком при температуре 30-33 градуса. Далее он находится без одеялка при комнатной температуре примерно 23 градуса. И, соответственно, дальше вы идете на понижение этой температуры. Кроме того, очень хорошее средство воздушного закаливания это хождение босиком. При этом хождение босиком приветствуется как дома, так и на улице. По времени оно должно занимать от 15 до 40 минут, соответственно, от уровня, на котором находится малыш. И если на улице рекомендуется ходить по траве, песку, далее переходим на гальку, камушки, то дома это, естественно, натуральный материал, ни в коем случае не плитка. Либо же можно использовать вот такого плана коврики для хождения специально. Такое хождение является очень хорошим иммуностимулирующим средством. Второе, о чем хочется поговорить, это закаливание водой. И такие закаливания надо начинать с обтираний, но не раньше, чем малышу исполнится 5 месяцев. После обтирания мокрым полотенцем обязательно ту часть тела, которая только что произошла процедура обтирания, нужно вытереть сухим полотенцем и ни в коем случае не доставлять боль малышу. После этого вы можете переходить к следующей части тела. Также хочу заметить, что обтирание не подразумевает использование 15-ти градусной воды. Обтирание нужно начинать с температуры воды в 35 градусов и каждую неделю понижать на 1 градус, но не менее 23. Следующий этап это обливание. К нему можно переходить только после привыкания к этапу обтирания. Ни в коем случае нельзя это делать резко, как мы уже об этом говорили. Соответственно ни в коем случае не мочите голову малыша, поскольку мокрая голова может приводить к чему? Правильно к переохлаждению и заболеванию. После процедуры обливания нужно поступать так же, как после процедуры обтирания. И финальная вводная процедура для более взрослых детишек это душ. К таким процедурам можно переходить только в возрасте малыша не меньше полутора лет. И помните, ни в коем случае не стоит сразу переходить к контрастному душу. Переход к контрастному душу занимает очень длительное время. И благодаря подготовке и соответственно при постепенном снижении температуры воды и нахождении малыша под прокладной, но замеченной не холодной водой длительный промежуток времени. Кроме того, хочу отметить, что очень хорошие методы по закалке это полоскание рта холодной водой и купание в проточных водоемах. Следующий метод закаливания – закаливание солнца. Солнечные ванны проводятся при температуре не ниже 22 градусов, но и не выше 29. Голова малыша должна быть покрыта головным убором. И такие процедуры должны проводиться через полтора-два часа после еды. Детям до одного года организуется дневной сон в тени. При этом не допускается попадание прямых солнечных лучей. Время пребывания малыша на такого рода отдыхе – от 10 часов утра до 11 и после 17 часов вечера. Детям после года допускается нахождение на солнце в течение 10-15 минут в день, но не более 30 минут в день. При этом после окончания прогулки рекомендуется малыша влить прокладной водой. Но я надеюсь, что эти простые советы вам пригодятся, так что берите их на заметку. А также, если у вас есть что-то добавить и какие-то вопросы, пишите об этом в комментариях. А также делитесь этим роликом с друзьями и ставьте пальчики вверх этому видео. Подписывайтесь обязательно на наш канал и заходите еще. Впереди еще много всего интересного и полезного. До новых встреч, друзья! Пока!